Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике хочу с вами поговорить о завещании и рассказать все те юридические вопросы, которые у вас могут возникнуть и, скажем так, поделиться всем моим опытом, который связан у меня с их завещанием. С чего, друзья, здесь стоит начать? С того момента, кто имеет право составить завещание. Это имеет право сделать любой человек. То есть вы и я, мы имеем право, если у нас есть какое-то имущество, если там какое-то будет, потому что расплывчато и так далее, составить завещание на конкретное имущество, либо в целом, скажем так, все завещаю Тарасу. Шутка, конечно. Очень важный момент, дорогие друзья. Завещание можно составлять сколько угодно раз. Что это означает на практике? То есть сегодня я завещаю Васе, завтра я завещаю Пете, потом я завещаю Кате, потом я завещаю Тане. И я все время завещаю одно и то же имущество. К примеру, квартиру, в которой я сейчас нахожусь и записываю для вас видеоролик. Все очень просто. Главное, что я хочу заметить еще, то, что вы, друзья, если у вас на руках, даже если есть там завещание от какого-то человека, то никакая сила, ничего ему не мешает пойти, во-первых, отменить это завещание, во-вторых, завещание переписать на другого человека. Вы такой себе ходите, счастливый, а потом оказывается, что, как говорится, пролетели. Лично такие случаи знаю, на практике сталкивался, видел. Можно завещать свое имущество одному человеку, нескольким людям. Можно завещать родственникам, можно завещать каким-то там вообще незнакомым людям. Вот так вот решили, говорится. Ваше право. Можете составлять завещание. И вы не должны в завещании оправдываться, придумать какие-то основания, то есть говорить, почему я там моих детей лишаю наследства, передаю там тете Люсе, допустим, все наследство. Почему это происходит, никаких абсолютно обоснований для этого не надо. Тут, как говорится, это ваше право, никто вас не может в этом ограничить. К примеру, вы лишаете наследства своих прямых наследников. Наследников в первую очередь они называются. Тоже здесь ничего оправдываться, скажем так, не надо. Кроме того, не надо им сообщать, уведомлять о том, что вы составили завещание. Такого нигде нет. Тоже видел такое на практике. Люди, говорится, там кто-то умирает, идут, подают документы, рассчитывают на завещание, на какое-то имущество, а в дальнейшем оказывается, что все, как говорится, завещали другому человеку. Лично тоже такое видел. Статья 1241 Гражданского кодекса Украины. В ней описано, кто имеет право на так называемую обязательную долю. Из чего она заключается, доля? К примеру, человек унаследовал бы всю квартиру. А если есть завещание, то ему положено только лишь половина от этой всей квартиры. То есть прямого наследника сына лишают, но лишают не полностью. Отдают ему все равно половину. Но тут есть некоторые значительные «но». Когда именно происходит такая ситуация, когда есть эта обязательная доля? На кого это распространяется? Это в первую очередь распространяется на детей того человека, который составил завещание. Кроме того, это распространяется на нетрудоспособных супругу супругов, нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Так что, друзья, надо понимать, что если на вас составляют завещание, то есть вот такая возможность, что если у того человека есть какие-то там дети, супруги, еще кто-то, и они в любом случае, если они нетрудоспособные, либо это маленькие дети, они получат свои 50% от той обязательной доли, которую они должны были получить при наследовании по закону. Еще немаловажный вопрос. Кто оформляет завещание? Оформлением завещания юристы и адвокаты не занимаются. Оформлением завещания у нас в Украине, так же, я думаю, как и во многих других странах, занимаются нотариусы. Они имеют право это делать. Обязательно нотариус проверяет человека, насколько он дееспособный, насколько он может руководить своими действиями, насколько вообще он отвечает за то, что он подписывает. И уж поверьте, нотариус это в любом случае проверит. Поэтому, если случилось так, что вам необходимо составить завещание, обращайтесь к нотариусу, он вам в этом вопросе поможет. Друзья, наверное, на этом закончим, но, наверное, не закончим. Мой телеграм-канал. Хочу вас туда пригласить. Там много полезной информации. Ссылочка в описании. Переходите и подписывайтесь. Буду вам очень благодарен. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока-пока.